Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Юкшара. Сегодня в программе. Комментарий правительства по ситуации с выплатой зарплат в свете частичного приостановления российской финансовой помощи. Ушел из жизни известный общественный политический деятель, вице-спикер парламента первого созыва, герой Абхазии Альберт Тополян. В Сухуми стартовал первый республиканский международный турнир по Абхазской национальной игре Аймца Кячера. Абхазская сторона будет обеспечивать принятые бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам социальной сферы, несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи. Это будет сделано в том числе и за счет сокращения других бюджетных расходов, так как социально ориентированные расходы являются защищенными для бюджетной системы. Как сообщил вице-премьер министр финансов Владимир Делба, до конца года эта сумма составит более 700 миллионов рублей. Не выполняются требования по гармонизации, ограничивается финансирование именно по одному соглашению. По финансовому обеспечению заработной платы работников социальной сферы. Ничего другого это не затрагивает. Бюджетники социальной сферы получат зарплату в полном объеме? Абхазский бюджет может компенсировать непоступление средств? Ну, учитывая то, что эти бюджетные обязательства являются составной частью нашего бюджета целиком по стране, как и отдельных ее уровней, там, республиканского и местных, Соответственно, эти расходы являются для нас приоритетными, эти расходы являются по всей системе бюджета защищенными, они формируют основную часть наших расходов, в том числе местных бюджетов. Естественно, мы будем обеспечивать их выплату в порядке, установленном бюджетным законодательством. Интервью вице-премьера Владимира Делл посмотрите в рубрике «Амшик Шара плюс» после выпуска новостей. Министр иностранных дел Сергей Шамба провел встречу с послом Абхазии в России Алхасом Квицине. Как сообщает пресс-служба МИД, основное внимание было уделено обсуждению ряда актуальных вопросов двусторонних абхазо-российских отношений. В частности, речь шла об обнародованных неподтвержденных материалах с совещания заместителя руководителя администрации президента России, Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжания, опубликованных в социальных сетях. Алхас Квицине также доложил министр о текущей работе посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. Печальная весть. Ушел из жизни известный общественный политический деятель, вице-спикер парламента первого созыва, герой Абхазии Альберт Тополян. Альберт Тополян, ветеран национально-освободительного движения народа Абхазии, кавалера ордена Ахитабша второй степени, в разные годы возглавлял ответственные государственные должности, был заместителем председателя Верховного Совета Абхазии, заместителем председателя Государственного комитета по обороне, министром по делам молодежи, спорта и курорта. В нашем архиве есть сюжет, подготовленный к 80-летию Альберта Тополяна. Предлагаем его вашему вниманию. Я, Тополян Альберт Гаспарович, гражданин Республики Абхазия, вступая в ряды ее вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть дисциплинированным, храбрым, честно и добросовестно служить своей родине об сны, беспрекословно выполнять все приказы командиров и начальников, строго хранить военную государственную тайну, всемирно беречь военное и народное имущество, до последней капли крови, нещадя своей жизни, защищать свое отечество. Если же я нарушу клятву, то пусть меня постигнет суровая кара закона, всеобщая ненависть и презрение народа Абхазии. Кадры 1993 года. Бойцы армянского батальона принимают присягу на верность родине. И с ними вместе заместитель Верховного совета Абхазии Альберт Гаспарович Тополян. Именно он сформировал эти два армянских батальона в составе вооруженных сил Абхазии. Коренной сухумец Альберт Тополян, ранее не имевший отношения к политике, врач-кардиолог по профессии, в последующие годы сыграл ключевую роль в политической жизни Абхазии. Появившись на ее арене в конце 80-х, начале 90-х. Альберт Гаспарович пришел в политическую жизнь для нас, участников этой политической борьбы. Совершенно неожиданно. Мало кто из нас его знал. Но когда страсти начали кипеть на площади, на улице, здесь у нас в Абхазии, вдруг неожиданно Альберт Гаспарович бросает свою лечебную палату и свой специальный халат и пришел на площадь. Пришел достаточно смело, решительно, убежденный в своих взглядах. Массовая консолидация населяющих Абхазию армян произошла не сразу. Если в первые дни войны часть армянского населения, немешкая, встала на сторону Абхазов, то другая часть длительное время оставалась нейтральна. Созданию армянских батальонов предшествовал сложный процесс. Совершая поездки в село и поселки, Альберт Тополян и его соратники содействовали активному вовлечению армянской общины в сопротивление грузинской агрессии. Многие армяне находились под влиянием грузинской стороны. Тут армяно-грузинские взаимоотношения тоже сказывались. Мы хорошо знаем, тогда были такие эмиссары из Армении, которые предлагали своим, скажем, сородичам, армянам, не вмешиваться в абхазо-грузинский конфликт. Ибо это может сказаться в армяно-грузинских взаимоотношениях. Альберт Гаспарович один из немногих, кто не подсчитался ни с кем и ни с чем и определился довольно жестко, строго и однозначно. К концу 80-х годов в Абхазии функционировали две крупные армянские общины – Сухумская Крунг и Гагрская Маштоц. Сухумская община под руководством Альберта Тополяна активно участвовала в политической жизни Абхазии, имела большое влияние. С началом войны официальное руководство Сухумской общины поддержало освободительное движение абхазов, чего не было со стороны членов Гагрской общины, несмотря на призывы Альберта Тополяна. Армянское население в этой обстановке чувствовало себя как бы пришельцами, не хозяевами на своей земле. Это и внушалось из Тбилиси, собственно говоря, это же и внушали и абхазскому населению. И вот в соответствии с этим, значит, и настраивали армянское население на, по крайней мере, на нейтралитет. И вот в этой обстановке появилась организация общественно-культурно-благотворительного общества «Крунг», который создал и возглавил Альберт Гаспарович Тополян. Это целиком его заслуга, наверное, его именно такой честности, в которую люди поверили, порядочности. И вот эта организация как раз и стала действовать в противовес той официальной политике, которая, значит, проводилась по отношению к армянскому народу. Они начали внушать ему, что это его родина, что они должны также, значит, защищать эту родину. И всё более широкие массы стала охватывать эта идея и, в конце концов, она привела к объединению Народного форума Абхазии и общества «Крунг». К нему примкнули и славянские организации, которые здесь были, и многие другие. Альберт Тополян продолжал работу для полномасштабной мобилизации армянского населения и выступления его на стороне Абхазов. К 15 марта 1993 года отдельный армянский мотострелковый батальон имени маршала Баграмяна организованно влился в состав Вооружённых сил Абхазии. В первое время он насчитывал более 300 бойцов. Затем их количество увеличилось до 500 бойцов. В его рядах были абхазы, греки, кабардинцы. Это был хорошо организованный и дисциплинированный батальон. Когда враг вступил на землю Абхазии, и возникла непосредственная угроза не только нашей государственности, но и самому существованию многонационального народа Абхазии, многие армяне, наши земляки, взяли в руки оружие и встали на защиту Родины. Так было на Восточном фронте, так было и на Эшерско-Гумистинском фронте. После освобождения города Гагра, когда началось формирование первой бригады, среди бойцов армян и среди тех армян, которые готовы были взять оружие, и возникла идея создания отдельного армянского батальона, который бы носил имя выдающегося полководца времен Отечественной войны маршала Баграмяна. Формирование этого батальона своими обращениями, своими выступлениями, своим личным примером, личным участием важную роль сыграл тогда и Альберт Гаспарович Тополян. Я хорошо помню самое начало формирования этого батальона, когда батальон еще состоял только из одного взвода. Помню, как он был сформирован, как был направлен на защиту на Гумистинский фронт. Настоящее боевое крещение армяне получили в мартовском наступлении. Так считал султан Сосналиев. Тогда, как известно, абхазская армия понесла колоссальные потери. Команда, которая связывала Владислав Григорьевич и Альберт Гаспаровича, для нас это было очень важно. Особенно те ребята, которые участвовали в боевых действиях. Потому что он всегда говорил, мы должны быть достойны, показать, что мы, армяне, защищаем за справедливо, защищаем свою землю с нашими братьями, стоим рядом. Это очень важно было. Потому что в психологический момент во время войны это нужно. Потому что когда люди находятся в каком-то положении, когда они начинают, ну, знаете как, не верить, может быть паника. Паника – это самая страшная вещь. И вот он духом поднимал. После создания двух армянских батальонов Альберт Тополян для грузинских нацистов стал ненавистным врагом. Расстреливали мирных жителей только за то, что оказывались его однофамильцами. С особой жестокостью грузинские женщины расправились с его 85-летней матерью. Хотя и он один из тех, который потерял мат, который убили жестоким образом в оккупационной зоне. Значит, даже я не видел сам, но, как говорят, лопатой убили грузины, мат Альберта Гаспаровича за то, что он поддерживает политику абхазскую. Альберт Гаспарович умел находить нужные слова в нужный момент. Это отмечают его соратники. Вот, к примеру, небольшой отрывок из выступления Тополяна перед армянским населением послевоенной Абхазии. Я обращаюсь к залу, в котором я был полтора года тому назад. И, наверное, многим памятен тот день, когда мы говорили, что нас может ожидать. Наверное, есть живые свидетели, которые были в этом же зале. Я бы хотел задать вот какой вопрос. Что разве только была главная задача в том, чтобы выжить в этой войне? С учетом даже того, что вы были в оккупации, но каждый из вас должен был задать себе еще такой вопрос. А какой мой личный вклад в дело победы, о которой вы сейчас только что говорили? А победа досталась огромными усилиями, очень большой ценой. И эта тяжесть легла, в первую очередь, на абхазский народ. На абхазский народ. Чтобы не быть голословным, я хочу вам сказать следующее. Наверное, со временем вы познакомитесь со списками погибших. И вы увидите, что 90 и более процентов среди погибших – это люди абхазской национальности. Это о чем-то говорит или нет? А каково наше было участие в этой войне? В частности, армян. Я чувствую тут публика в основном армянская. Вы задаете себе эти вопросы? И сегодня мы говорим о тех трудностях, которые вот у нас есть. Как их преодолевать? Мы никому не позволим приехать на готовое сюда. Граждане Абхазии должны чувствовать себя полнопроцентными гражданами. Послевоенная Абхазия требовала много сил и труда. Альберт Гаспарович, не изменяя своей гражданской позиции, продолжил политическую деятельность. Был вице-спикером парламента, вице-премьером правительства. Министром по делам молодежи, спорту, курортам и туризму. В 2001 году создал боготворительный фонд. Альберт Тополян награжден орденом Ахдапша второй степени. Ветераны-соратники Альберта Тополяна вспоминают минувшие десятилетия. Рассказывают и о том, как тепло проходит их встреча. Альберт Гаспарович все так же тверд, принципиален и требователен. Конечно, во всех должностях, где он работал, он очень требовательный был. С ним было легко и с ним было очень трудно, потому что многие не выдерживали этих требований. И всегда как-то говорили, он очень много требует. Но в такое время нужны такие люди, которые для победы, для остановлений. Потому что надо дисциплина. Дисциплина – это уже залог победы и успеха. Так что я думаю, что Альберт Гаспарович достойный. И те, которые у него были черты характера, конечно, многим сегодня не хватает. К интеллигентному, умудренному жизненным опытам человеку нередко обращаются за советом. И всякий раз он руководствуется не личными интересами, а служению общему делу. И сегодня ему исполняется 80 лет. Распоряжением премьер-министра Александра Анкваб создана Государственная комиссия по организации похорон видного общественно-политического деятеля Абхазии Альберта Тополяна. Возглавляет комиссию вице-премьер Владимир Делба. Судейское сообщество Абхазии выражает глубокие соболезнования родным и близким по случаю смерти судьи в отставке Херсона Дашелия. С 1970 по 2003 годы Дашелия бессменно работал в органах прокуратуры и судебных органах Абхазии. Был народным судьей города Тварчала и Гудаутского района. В августе 2004 года был избран на должность суди Верховного суда Республики Абхазия. К другим новостям. В результате проверки в городе Сухум обнаружено два объекта по добыче криптовалют. Изъято 10 майнинг-аппаратов. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению объектов незаконной добычи криптовалют сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно со специалистами госстандарта Абхазии в помещении спортзала строения 2А по улице Лагвилава в городе Сухум обнаружена действующая майнинг-ферма. Семь подключенных к энергосети аппаратов по добыче криптовалюты изъяты в отношении владельца объекта Казарян Анжелы Валерьевны составлен административный материал. Также к административной ответственности привлечен владелец второго объекта САЦБА Анри Бесланович. Из его квартиры в доме номер 7 по улице массив Гумиста изъято три аппарата по добыче криптовалюты. Все оборудование помещено на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам и потребительскому надзору. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам по городу Сухуми и районам за 8 месяцев в бюджет Республики поступило налоговых платежей на сумму 3,495,426,000 рублей при плане в 3,067,480,000 рублей. Выполнение составило 114%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями составила 427,000,000. План по таможенным платежам за 8 месяцев выполнен на 129%. С начала года в бюджет страны начислено 2,733,5,000,000 рублей. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет. Плановый показатель перевыполнен на 622,000,000 рублей. Валерий Авец был утвержден в должности главы администрации Гудаутского района. В голосовании приняли участие 28 депутатов районного собрания. 27 из них высказались за, один против. Валерий Авец был заслуженный учитель Абхазии. В ноябре 2020 года был назначен первым заместителем главы администрации района. С 3 июня этого года исполнял обязанности главы администрации. Продолжаются специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом и нетрезвых водителей. Репортаж пресс-службы МВД. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Сабеке Саид Гурамович 1996 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении без водительского удостоверения, повторно совершив данные правонарушения. Саакян Артур Рафаэлович 1986 года рождения, житель Гулырыбшского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Геджу Астамур Анзорович 1981 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Долбай Дениц Даурович 1985 года рождения, житель Гулырыбшского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Ахуба Беслан Георгиевич 1964 года рождения житель города Сухом управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чиковани Тамаз Рамазович 1997 года рождения жителя Чемчирского района управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ахсалба Асти Курафетович 1980 года рождения житель города Сухом управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Узунян Михаил Тигранович, 1987 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хананов Ильназ Фандусович, 1995 года рождения, житель республики Татарстан, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Благодарная Кристина Геннадьевна, 1981 года рождения, жительница Краснодарского края, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Редкозубов Владимир Петрович, 1959 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бутба Осман Умарович, 1995 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кисян Артур Акопович, 1990 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чачхали Тамил Тенгизович, 1985 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Мампория Тенгиз Валеевич, 1984 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. В Сухуме стартовал первый республиканский международный турнир по Абхазской национальной игре Аймца Кячера. В турнире принимают участие команды со всех районов нашей страны, а также абхазская команда из Турецкой Республики. На открытии турнира была Адди Сасагария. С открытием республиканского международного турнира Абхазской национальной игры Аймца Кячера собравшихся гостей и участников мероприятия поздравил заместитель главы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе. Традиционно прозвучал гимн Республики. Абхазия. Абхазский народ, как и другие народы, богат разнообразными видами физических упражнений и игр. Происхождение национальных игр своими корнями уходит в глубокую древность. В воспитании подрастающего поколения игры всегда занимали большое место, как исторически сложившийся важный элемент общей системы воспитания. Игры по всей сложности и разнообразию имеют большое воспитательное значение. Они требуют участия внимания, мышления, памяти, воображения, воли, ловкости, мышечной силы и других физических и умственных способностей. Главная задача популяризации – заявить о национальных играх. У нас их немало, у нас их много. Но вот с помощью этого проекта, с помощью этого спортивного мероприятия, мы можем сказать, что мы немного начинаем возрождать эти национальные виды спорта в Абхазии. Проект по Абхазским национальным играм был утвержден три года назад. В 2011 году команда Конгресса начала работать в данном направлении. Первые шаги были направлены на сбор информации. У нас вообще свыше 18 национальных игр. И нам было чуть тяжело, но мы собрали информацию, прописали правила. И ребята эти три года ездили по местным отделениям, по селам, по районам нашей прекрасной страны. И делали мастер-классы, то есть как играть, правила. Поначалу первые две игры ребята как-то скептически относились, но потом просто восстойки были от игры. Они постоянно нам звонили, когда вы приедете, когда еще раз сыграем. Историческое событие данного мероприятия заключается в том, что наши братья из Турецкой республики на исторической земле принимают участие в важном соревновании. Приезд соотечественников стал возможным благодаря поддержке Государственного комитета по репатриации и Всемирно-Абхазо-Базинского конгресса. Хочу сказать, выразить огромную благодарность отдельно Вадиму Николаевичу Фаразе и Государственному комитету по репатриации, который помогал в этом направлении. Потому что в начале лета у нас была командировка в Республике Турция. Два месяца там находились ребята, с периодичностью они приезжали, уезжали. И там тоже проводили мастер-классы, формировали команду, небольшой турнир провели и сформировали сборную. Национальная игра имца кячера считается травмоопасным видом спорта. Игра состоит из двух таймов по 15 минут. На поле выходят две команды, по 8 человек в каждой. Главный атрибут игры – это мяч, сделанный из шерсти крупного рогатого скота. По заданному регламенту первыми на поле вышли команды «Афона» и «Члоу», где победителем стала команда из села «Члоу». Уже играем как два года, как вот и началась игра. Нам очень понравилась эта игра и уже второй раз мы выигрываем. Есть люди, которые еще хотят присоединиться. Пока что они не совсем так большие, но хотят уже почти все начать. По словам игроков турецкой команды, соревнования проходят на самом высоком уровне. Они готовы приезжать сюда снова и снова для принятия участия в этом важном историческом мероприятии. Три месяца назад в Саккаре, в деревне Балбала, нам сообщили о том, что есть такая игра, и мы начали тренировки. До этого мы не знали ничего про эту игру. Конечно, для нас трудно было адаптироваться к этой игре, потому что мы ничего не знали про эту игру. Трудный вид спорта, но я думаю, что мы за это время смогли подготовиться и считаю, что мы в хорошей форме. И я думаю, что несмотря на то, что это такой мужской вид спорта, победит мужская дружба и все будет хорошо. Мы очень рады приезжать в Абхазию, потому что это наша страна. Мы за всех, даже могу сказать, представителей диаспоры, что мы даже во сне видим Абхазию. Абхазия всегда у нас в мыслях. И тем более приехать в Абхазию и играть в тот вид спорта, который играли наши деды, это для нас гордость. Турнир завершится 6 сентября. Надя Цисагаре, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 5 сентября ожидается пременная облачность. Местами, возможно, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 18-23, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова